ну дальше следующая тема моя любимая просто нашел фотографию у себя это я фотографировал не могу забыть эти девочек солидных дам серьезных кандидатов это все вот которая требует что вот это все было очищено вот и остался голый с коричневым штампом я думаю зачем за что почему они верят то что когда-то человек это придумал потому что я вам покажу ниже лесу был там действительно вот эти густой лес и вот что интересно даже вроде бы чем хотел как лучше 19 века по мере называть не буду они все там помешались на этих тонких длинных штабах вот он зашел в лес а там деревья растут густо и не дают друг другу солнце проникнуть вниз и тогда нижние ветки отсыхают и на них еще и плохо плодоносит или вообще не плодоносит и тогда кто-то сказал а мы заранее все по отрезаем черт зачем на них силы тратить на нижние скелетные ветки зачем чтобы они листья давали вот когда-то все напрасно или тратить силу так и пишут дерево тратить силу не помог а я говорю что они это эти листья кормят корни они же доказательства пойдем дальше гулять вот эта фотография пусть я показываю пятый раз но с наслаждением вы же мне это самое девочки из этой ой опять прям фамилиарно еще женщины эти специалисты из этого выпуски эти мережики вы же застали женщину отрезать и дрка отрезала от пилила ниже четыре скелетные ветки наверняка то есть фактически уничтожила дерево а потом да потом ржавчина да потом парша да как и микоз и десяток болезней и вы будете говорить после этого она напишет это дам в эту же на канал там где миллион с лишним подписчиков вот знаете год прошел а дерево все листья черное то вы скажете а теперь только фурица и ду 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 вот это ваш уровень вот вот эта пила это главный инструмент вашей генетики вы же написали что братом вашу железу ваш брат не генетик да не генетик но и не дурак то есть не другая крайность так вот что получается эта фотография войдет в учебники именно за ваш совет ваш совет лежит где вот там есть ваша фамилия вот я говорю попадете все мою личную кунсткамеру самых идиотских советов а вы могли бы от этого избежать это так просто я уже повторяться не буду вот а теперь я смотрите еще раз я сравниваю юг и север для вас разницы нету на юге может быть она была тут страшная рана да видят фактически отрезка половины дерева ничего не путаю это отрезка половины дерева вот если вы взять вот как сейчас покажу сейчас чуть-чуть повернуть вы ладно не буду есть его чуть-чуть повернуть вправо и вы увидите что эти дветки равноценно то есть сразу же раз пол дерева а потом еще процентов 10 а потом еще процентов 10 еще процентов 5 и того больше часть дерева уничтожены потом женщина в следующем году вам напишет вы знаете дерево умирает что делать но нам пришли другую фотографию не вот эти страшные рады а наверху поэтому вы попадаете это у меня таких несколько сотен фотографий это будущее учебники история садоводства история дикости на сто лет задержали развитие вот победила не та школа я тогда сказал себе давайте посмотрим мы с вами тоже живые вы курсе нет вот у нас животное организм подчеркиваю животное вот у нас вот тут вот есть душа может быть не обязательно на мозгах может она вообще такую форму имеет типа повторяет форму тела геополе вот а все таки тело у нас принадлежит животным миром оно и потеет оно и мерзнет правильно да а мы живем на севере и вот на севере это дерево погибает однозначно вы совершили страшную вещь вы даже не спросили у женщины а где ты живешь а вдруг в краснодарском крае оттуда еще может выживет а если она живет где-нибудь как это самым и иркутске стопроцентная смерть уж поверьте мне сибиряков и тогда я сравню и так обрезание у мужчин а вы знаете что вот то что они считают нужным это была ошибка когда нижние скелетные ветки отсыхает тесно темно и тогда кто-то решил заранее их уничтожить но заранее это не здесь здесь там уже все здесь речь идет о гибели дерева а это попугайничание повторять не думая что что подставили женщину 7 лет ждала урожая я тогда сравнил обрезание мужчин крайняя плоть на юге это у многих стран ну понятно что мы там больше северной страны мусульман и более южная страна не берем все страны но основные так отрезание существует это никакая не интимная вещь это нормально отрезает у мальчиков менять веру отрезает даже взрослых вот человек который живет на юге у него вот этот орган под крайней плоти мягкий орган головка члена она все время приедет 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 у меня обрезание мне не делали я каждый день утром и вечером понимаете что делаю подмываюсь и так нормально чуть пропустишь и все и начинается прения настоящего плода это зуда и прочее почему на юге приняли такую меру если другие причины но это именно санитарно отрезали и человеку на юге чувствует себя комфортнее понимаете комфортнее а на севере мне прекрасно в это если исполняет единические свои нормы я вам сейчас сказал не стесняюсь вот мне необходимости отрезать не надо тем более что мне она нужна и для другого дела почему на севере она играет роль которая предназначена природой на севере это защита той самой головки ну нельзя же так то если мы даже здесь умудрились человечество разделиться на обрезанных и не обрезанных исходя из климата прежде всего вера это второе да в сибири ребенок родится мусульман и там ему отрежут эту крайнюю плоть это уже традиция а чисто на юге начиналось это все только из-за санитарии но здесь то надо собрать это где-то где-то дерево то растет но в россии же не виталий чтобы такие страшные раны на мороз выставлять отрезать ну и низкак мое сравнение а теперь смотрим дальше эх жалко пришла бы та дама фотография уже отрезана даже я бы вернее может быть она все-таки испугалась отрезать но даже в интересах у меня свои есть фотографии так смотрите вот она ветка мешала в нижней части что получилось здесь прекратилось в общем сосуды были заморожены умершены я ничего не напутал причина вот это а потом грибы но грибы едят уже мертвую ткань вот отдай вот это на растерзание этим самым мутилизмом тебе языки почему вас учили вы скажете берем мою щетку 99 и 999 процентов вероятность 99 целых 999 тысяч так что вы бы сказали берем щетку и начинаем сдирать и когда вот это сдерется дерево еще быстрее погибнет это все-таки в какой-то степени шума это все-таки симбиоз вы поверите нет не жрет она не портит она дерево вот это вот эти грибы это часть дерева такая как она должна быть в эту секунду когда делалось фотографии не больше грибов не меньше если на вес вплоть до микрона или там на объем на на размер грибов вплоть до микрона до миллимиллиграмма это и есть данность когда это поймут проще будет сказать оставьте дерево в покое это какой-то дурак это не я кстати вот я иногда называю себя дураком на это ранее его себя называл а в данном случае какой-то дурак взял отрезал замазал а дерево разрушается а это но дерево спасается тем смотрите внимательно что она она все равно не погибает а вот здесь вот это вот я показываю более крупный план вот так смотрите вот здесь уже все чистое и если распилить да здесь будет на распиле видно что сюда попадает мороз но она его обтекает вот здесь здесь и будет чисто лет плотность если никто не станет эту раму заделывать только сейчас я делал что когда закончилась передача за частное которое сейчас говорю да началось заделывание дупла не надо заделать никакие дупла сам человек приводит историю что там дупле сделали комнату такое огромное дупло а почему дерево не погибло когда в этой комнате люди сидят за столом за столе вот такой дупло гигантское гигантского дерево что там люди себя пьют внутри в дупле что же это природа не задел так и пошел и дерево сто лет с этим дупло глупая работа по народу более смотрите внимательно этого что не пример это еще ладно вот посмотрите вот возможно это не моя фотография нет и так это не моя не моем саду сделано вот возможно тут еще рамка вот сбоку точно не видно вот это обязательно она даже пыталась расти посмотрите что сделаешь штампа внимание все самое умное что скажете меряйте это берите это самое и обнажайте полностью рану то есть дыра 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 дырать приказано будет у меня ничего не скажем а вот этого не надо было делать а им это в голову не приходит потому что там написано уничтожить все там до 5 это еще и цифры эти приводят от 590 сантиметров один дурак написал девятнадцатом веке и пошло поехало а это что опять груша груша настолько болезненно все переносит как этого не заметить а сразу разрушение начинать как можно вот это было вот вот это вот еще раз покажу как можно было женщине посоветовать все отрезать за со всей чему дайте здесь то ясно страшные рады получается видите страшно страшная рады а это а это мой сосед взял расправился с этой веткой вы мешал она опять выпустила ветку и корни кормить надо это дерево дало 15 апрекосов когда на моем соседнем его супруге на манжурсе висел в три раза больше 15 лет я снимал все же задокументировать вот это есть уже понимаете и вот этот снимок вот миссии выходить на это все для учебников для будущих чтобы сказали обратите внимание сто лет ну сто пятьдесят лет как появилась печатное дело дури людей вот это же я что-либо раз она сама снова вырос ему корни кормить надо понятно волшки все наоборот надо обязательно уничтожить волшки а вот это москва подмосковье это тот самый один из у меня проблемы были с нарядкой мало фотографий сделал это надо придумать чтобы лыжную палку к ней подвязать саженец вот чтобы заморозило корни зимой металлическая палка лыжная металлическая вот надо было уничтожить все вот эти вот видите тут даже видно следы этих самых отрезанных веток видите смотрите внимательно вот это видите вот это вот это вот и там таких большинство было было придумать и такое это же какая агротехника все научили то а потом подмосковье нет абрикосов а у вашей тибирской академии овали все все ваши достижения это фотографии надерганы с интернетом там же мои вот еще одна вот пожалуйста вот так выглядят и деревья это не не подмосковье но одно из как сказать вот такие деревья там нагляделся вот и вот подвожу итог потому что там было написано что железо несет чушь давайте давай закончим с этой чушьи никогда бы прошла вы не узнаете постулат железо курдюма курдюма пока в кавычках все забежу почему нижние скелетные ветки это важнейший орган дерева они кормят корни корни обеспеченных развития садоводство будущего закон природы биополе первичную материальные тела вторично видите вот это вот нет я пришел в кавычках дело в том что я буду провел схему или а если курдюма подвели что этого нарисовал за повышается послан касается двоих пока курдюма под вопросом сейчас поймете почему и так вот это курдюма отношения не имеет биополе первичное материальное тела вторичное отрезали ветку вот это все остается висеть в воздухе это все невидимое но все остается на дереве вот так вот а потом потом вот так вот это мои наблюдения поняли для поле первичное радио поле никто не знает слепые хотят а потом еще и пишет мне надо не знать как это не знать когда это будущее садоводство в этом смысл за садоводство когда вот это станет ясно тогда уже дурак не вверх отрезать не будет даже дурак потому что тут же поправить ну вот еще белокационная на рамках владеете вот это вот здесь страшная вещь я таких фотографий миллион это во всех странах мира делают искусственные кроме ну пусть бы они так делали они излучают отрицательную вот посмотрелось весь мир сошел с ума ну неужели вам трудно до дерева расти так она должна расти правда было здоровая не искалечен вот я и говорю уже поняли кого я беру виду тут кто женщину силу опилить вот эти ветки вы не биологи вы слепые котята имейте грязи когда придут наши вот это первое что это будет это проектор по науке кто-то здесь скажет немедленно уничтожить эти картинки